Лепнина на стенах и потолке, колонны, новенький паркет. Заря засияла после капитального ремонта. Для Чувашского народного ансамбля «Самарьен» уже почти 20 лет. Дом культуры – площадка для репетиций и концертов. Очень все разрушено было. Стены вообще все обцарапанные, полы все дырявые. А сейчас вообще уютно, так красиво. Вообще замечательное такое здание. Здание полностью преобразилось. От фасада до гримерок. Отремонтировали и инженерные коммуникации, и перекрытия. Реставраторам удалось сохранить все архитектурные особенности. Сегодня в Заре занимаются 37 коллективов. Это около 700 человек. От малышей до старшего поколения. Разливается еще все, полка, матушка, века. В уютном зале встреча жителей советского района Самары с главой региона получилась по-домашнему теплой. Как сделать весь город таким же красивым, что и обновленная Заря? Вопрос, волнующий горожан. На эффективное, быстрое и качественное решение актуальных для жителей Самары вопросов направлена реформа местного самоуправления. Самара стала первым в стране городом, где появятся полноценные районные власти. Люди смогут сами более активно участвовать в решении проблем. Мы хотим дать общественным советам право законодательной инициативы. Что означает? Это те вопросы, которые будут ставить. Их райсовет, городская дума обязана обязательно рассматривать. От активности самарцев зависит, какая власть придет в район. В советы депутатов должны попасть люди, неравнодушные к судьбе своего района. Нацеленные на активную работу, готовые услышать каждого жителя. Именно они будут работать на результат и стремиться сделать Самару одним из лучших городов в стране. Марина Кравцова, Павел Просняков, События.